Смирнов Я вам хочу рассказать про Смирнов, который вставал в половине шестого, который с трудом, подавляя зевоту, садился в трамвай и спешил на работу, где в восемь и десять часов, если надо, работал как мастер шестого разряда. В большой, не по росту, казенной тужурке, в огромной ушанке из кроличьей шкурки, в таких сапожищах, что я испугался. Стоял человечек и мне улыбался. «Как звать?» — я спросил. «По работе кто знает?» — ответил малыш. «Кузьмичом называют». «А сколько вам лет?» — я спросил у Смирнова. «Четырнадцать минуло двадцать восьмого». Гудели динамо жуки заводные, шуршали, как змеи ремни приводные, и масло машина ниточкой тонкой тянулась без устали над шестеренкой. И падали на пол, цепляясь друг дружки витые стальные блестящие стружки и нужные танку стальные детали со звоном одна за другой вылетали. И вот, наконец, мы дошли до плаката. «Берите пример со Смирнова, ребята! В тылу не расходятся дело со словом! На фронте танкисты гордятся Смирновым!» А сам ручок с ноготок знаменитый по шумному цеху шагал деловито. И кто мог подумать, что в эту минуту его вспоминают в сражении люто.